Почему принято считать, что воины, погибшие в бою, наследуют Царствие Божие? Что если человек был грешен при жизни, а погиб на войне за правое дело? Вот здесь слова апостола, что нет больше той любви, что и душу положит за овцы своя. Нет такого прямого указания, что прямо и Царство Небесное. Но надежда и вера в Церкви, его грехи омываются кровью. Если он пошел защищать Отечество, не струсил, не спрятался, пошел защищать Отечество, или пошел защищать овен от бандита у кого-то, конечно же, к нему будет совершенно иной подход и в жизни вечной. Потому что он исполнил заповедь, положил свою жизнь за спасение людей или Отечества. Татьяна Митрушина Здравствуйте, Владыка! Умер мой духовный отец, Архимандрит Иларион, Царство Небесное. И теперь мне что не поп, то и батька. Построили много церквей в округе, я хожу в разные храмы, езжу в монастыри. Может, нужно выбрать один храм и одного пастыря. Спасибо! Я бы хотел, Татьяна, все-таки быть немножко покорректней. Вот вы даже в самом выражении, вот вроде бы у вас был духовный отец, очевидно, вы его очень уважали. И здесь какое-то немножко пренебрежительное отношение. Мне что не поп, то и батька. Вроде бы, так сказать, безразлично кто. Вот это говорит все-таки о том, что еще над собой надо поработать, как-то свою душу умиротворить. Но о том, что вокруг много церквей, я трудно пока понимаю, вы что говорите, с осуждением или же с радостью. Слава Богу, что много церквей. И молись, и в какой-то момент тебе Господь положит на сердце, что вот это именно тот священник, к которому я и буду после смерти отца Иллариона подходить. Если будешь молиться, то Господь даст тебя и укажет того, кто может успокоить твою душу. Катя Коломейцева. Проблема у Кати такова, что у нее болезнь, и которая, очевидно, на лице видна что-то, может быть, рана какая, не знаю что. И она говорит, что я все время в какой-то степени забываю благодарить Бога. Но как Бог дал, так и надо терпеть. А все время молюсь о выздоровлении. А не мешает ли мне это в деле спасения? Катя, мой совет тебе такой. Надо просить Бога. И если угодно будет об исцелении, физической болезни. И параллельно не забывать о том, что все же душа – это бесценный дар Божий. А от того, что у тебя мысли посещают всякие, иногда уныние, иногда, может быть, отчаяние, так будет у всех всю жизнь. Это борьба. Это постоянная борьба. Она будет то утихать, то вновь, как волны морские, бушевать. Но здесь самое главное – это постоянство, терпение, преданность Богу и надежда на то, что Господь пошлет то, что необходимо для жизни вечной. Помогай тебе, Господь, Катя. Будем молиться за тебя тоже. Вот относительно снову пишет Кристина Панурова, что ей не однажды снился сам Господь. Катя, я бы попросил тебя все же молиться, чтобы поменьше у тебя были эти сны. Потому что очень часто, что даже дьявол, да, и облекаясь в образ Христа, начинает представляться во сне людям. Поэтому, когда мы говорим о снах, и тем более, что явился Господь, это я не думаю, что позитивное явление. Ты лучше молись Богу и считай себя, как нормальный верующий человек, недостойный явления самого Господа. И так постепенно эти явления от тебя будут уходить. И обязательно тебе посоветую пойти к священнику и поисповедуйся. Причастись христовых тайн и со смирением проси Господа, чтобы эти сновидения оставили тебя. Это лучший путь. Иван Зуев. Много вопросов у него. Почему не восстанавливать жизнь в общинах для православных христиан? Ведь это Бог пропускает в газетнение. Жизнь с семьями в общинах, а не монашествующими. Иван, а кто тебе мешает жить своей семьёй? Кто тебе мешает ходить вместе с друзьями? Кто тебе мешает, объединившись, благоукрашать храм? Кто тебе мешает совместно с Церковью изучать Священное Писание? Во многом это зависит от нас. И я не пойму ваше обращение к откровению. Читайте толкование. Сдвину светильник твой смертый его, если не покаешься. О чём речь? О чём здесь речь? Мне очень трудно понять. Поэтому давай-ка вот мы ещё как-то с тобой побеседуем. Вопрос второй. Почему не восстанавливается практика ежедневного причастия? И почему не наказываются священнослужители, которые причастию препятствуют? А вы что себя считаете достойным ежедневно причащаться? я не думаю, что мы сейчас, современные христиане, можем терзать ежедневно причащаться святых христовых тайн. Всё-таки мы должны ориентироваться на практику тех духовных подвижников и ближе к нашему времени, которые оставили нам советы. Возьмите вы оптинские старцы. Они, как правило, говорили для мирянина достаточно даже раз в месяц. А если особое усердие, ну, по двунадесятым праздникам, а вы ещё уже являетесь и судьёй, Иван, вы требуете наказать священника, который препятствует. А что это значит? А зачем же тогда дано право священнику вязать и решить? Ведь это же его право. и священник смотрит, достойный человек вот так, как вы требуете причаться или нет. Поэтому не надо осуждать. Вы живите правильно и не судите, и не судимы будете. Третий вопрос. Почему до сих пор не идёт наставление в вере новообращённых? А кто же вам сказал, что не идёт наставление? Идёт. И в храмах священники постоянно объясняют, беседуют. В каком-то храме более талантливый священник он об этом говорит чаще. Где-то может быть менее удачно. Но в целом оглашение происходит. И запомни, друг, мы, ведь не так всё просто. Где мы возьмём сразу целую армию. Я хотел бы увидеть тебя. Приходи как-нибудь ко мне. И я хочу увидеть тебя. Посмотреть, а вот ты способен заниматься просвещением или нет. Поэтому в меру возможностей церковь производит оглашение. И вот у тебя же ещё и четвёртый вопрос. почему не борется с середиками, которые отвергают святые предания и больно толкуя апокалипсис, называя документ печатью антихриста. А как ты предлагаешь бороться? Как? Силы? Мы не можем это делать. У нас одно оружие это слово. И об этом постоянно и я буду требовать от духовенства, чтобы духовенство разъясняло народу Божию, нашу церковную правду, основанную на Святом Евангелии, предании Святых Отцов, предании Церкви. Поэтому поменьше бы обвинительных актов мы жили бы спокойнее. Владыка, как вы пришли к монашеству? Алексей Иванов. Ну, для меня это не был очень трудный путь, потому что я родился в глубоко верующей семье. Но, конечно, я вообще-то не думал о монашестве. Но затем, когда поступил Троица Сергея в лавру в семинарии, а там ведь монастырь, встречался со старцами, а там по-настоящему были старцы, то вы знаете, там невольно сердце загорается, когда не по-наслышке, а вот рядом семинария Академия и тут же лавра, где постоянно идет монашеский молитвенный труд. Сходил раз, сходил два на братский молебен, пообщался с братьями, и так постепенно сердце загорелось, и я понял, что монашество это мой путь. И обращаясь в Академии, подал прошение о вступлении в братство лавры. Такой мой путь в монашество. Анастасия Филимонова. Благословите, Владыка, у меня один вопрос. Что бывает с людьми, которые молятся за самоубийц? И как не молиться? Человек хороший был, но так получилось. Молись. Здесь действует любовь, но дисциплинарно церковь не может отпевать самоубийц, если они были в здравом уме, и также поминать за божественную литургию, но личная молитва никому не запрещена. молись, молись и молись. А что тебе будет? Да будет ответ на любовь Божия. Ведь ты что делаешь? Ты молишься за брата своего, который погиб. Трудно сказать почему. А за любовь Бог не наказывает. Боже Господи, душевая Господа, благослови сей Господи. Господи,